Девушки отдыхают О чем американская разведка поведала Дональду Трампу? Рождественский отдых. Чем привлекают туристов в Карпатах и Прикарпатии? Теракт в Сирии сегодня унес жизни 60 человек. Об этом сообщает турецкое агентство Анадалу. Еще 150 человек ранены. Заминированная машина с цистерной горючего взлетела на воздух в центре города Азаз в 10 километрах от турецкой границы. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Крики, грохот, треск. Из-за дымовой завесы в панике выбегают люди. Эти кадры напоминают сцены из фильмов о конце света. Заминированная машина с цистерной горючего взлетела на воздух прямо в центре города Азаз. Взрыв произошел недалеко от здания суда. Он был такой силы, что теперь в этом квартале одни руины. Машина взорвалась прямо в центре города, где были только гражданские. Здесь нет боевиков, лишь мирные граждане. Мы обнаружили тела десятков погибших, раненых около полутора сотен. Раненых везут в госпиталь в соседней Турции. До границы из Азаз меньше 10 километров. К нам привозят очень много раненых. Все пострадали в результате взрыва. На это больно смотреть. Город Азаз с начала боевых действий в Алеппо был убежищем как для мирных жителей, так и для многих ополченцев. Местные не исключают, что за взрывом стоит исламское государство. Учитывая, что взрыв произошел в нескольких метрах от здания суда, и здесь всегда много людей, это очень похоже на почерк боевиков ИГИЛ. Как правило, они выбирают мишенью именно гражданских. О причастности к теракту исламского государства поспешило заявить и турецкое информационное агентство Даган. Но ответственность за взрыв до сих пор никто на себя не взял. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. А в Соединенных Штатах власти пытаются разобраться, что заставило бывшего военного открыть огонь в одном из основных аэропортов Флориды. Пять человек в списке погибших, десятки получили ранения. Дмитрий Анопченко выяснил все детали. Форт Лоудердейл. Самый популярный аэропорт для тех, кто из Флориды отправляется в океанские круизы. Больше 20 миллионов пассажиров ежегодно. Его уютные терминалы туристу любили куда больше шумного и запутанного аэропорта Майами. Дескать, отсюда вылетать намного спокойнее. Но накануне это спокойствие разорвали звуки выстрелов и сигналы полицейских машин. Первые сообщения были лаконичны. Молодой человек, прибывший рейсом с Аляски, вез в багаже оружие. И, получив его, открыл огонь в багажной зоне аэропорта. Пять человек погибли на месте. Восмера были ранены. Чуть позже полиция сообщила еще о 37 пассажирах, которые получили ранения. За жизнь многих из них до сих пор борются врачи. Но сложно даже предположить, скольким людям теперь понадобится помощь психологов. Паника, слезы, крики. Услышав выстрелы в зоне прибытия второго терминала аэропорта, пассажиры прятались. Пытались закрыться от пуль багажными лотками. Аэропорт был закрыт. Были отменены все рейсы. Эвакуация заняла несколько часов. Такой трудный день для нас. Бессмысленное дьявольское преступление, в результате которого погибли пять человек. И многие люди до сих пор борются за жизнь. Кто бы ни был ответственен, мы сделаем все, чтобы он сполна заплатил за это. Имя преступника известно. Он в тюрьме дает показания. Эстебан Сантьяго. 26 лет, год служил в Ираке. И после возвращения с войны у него и возник посттравматический синдром. Он слышал голоса. Дескать, его уговаривают присоединиться к ИГИЛ. Был уверен, что ЦРУ за ним ведет слежку. Даже в ФБР ходил жаловаться. После чего попал в психиатрическую больницу. Видимо, недолечили. Но было ли только психическое отклонение мотивом его действий? Мы проверяем сейчас все версии, пока не исключаем терроризм. И будем изучать любые мелочи, чтобы понять мотивы преступника. Все его связи, коммуникацию, все, что только можно себе представить. Позже силовики подтвердили. Сантьяго действовал один. У него не было сообщников. Так что о теракте говорить не приходится. Но случившееся в аэропорту Форт Лоудердейла это еще одна трагедия, связанная с необъяснимой и жестокой стрельбой, которая вновь оживит споры. Нужны ли в Америке ограничения на свободное владение оружием? Из Соединенных Штатов. Дмитрий Ановченко. Американское бюро телеканала Интер. Новоизбранный президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад о российских хакерах, представленной американской разведкой. Спецслужбы раскрыли детали кибератак во время избирательного процесса. Трамп считает, что подобное вмешательство абсолютно не повлияло на результат выборов. Кроме того, в своем твиттере он написал, что причиной успешных кибератак на серверы демократической партии стала халатность самих партийцев. Трамп также заверил, что серверы Национального комитета республиканской партии серьезно защищены. Ранее американская разведка опубликовала часть доклада о якобы имевшем место вмешательстве России в предвыборный процесс в США. Американцы обвинили российское правительство в том, что они, дескать, отдают очевидное предпочтение Дональду Трампу. Российских хакеров подозревают в кибератаках на АБСЕ. Об этом заявили немецкие спецслужбы. Глава федерального ведомства по охране Конституции Германии Ханс Георг Маасен заявил, что схема атаки похожа на ту, которую использовали при взломе системы Бундестага два года назад. Якобы в этот раз АБСЕ тоже атаковали хакеры группы Фанси Бир, которых подозревают в работе на спецслужбы России на кибератаках заявляли уже несколько раз. В конце октября прошлого года французское издание Le Monde обвиняло хакерскую группу во взломе ресурсов АБСЕ. Целью была информация о посреднике в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. В Германию прибыла первая партия американского вооружения, которое разместят в Восточной Европе. Таким образом, НАТО воплощает в жизнь план усиления военного присутствия в регионе. Столько военной техники США не передавало европейцам со времен Второй мировой войны. Все подробности у нашего корреспондента. Сотни американских танков, грузовиков и другой военной техники прибыли в порт Германии Бремерхафен. Такой мощный десант. Первая часть плана НАТО под названием «Атлантическая решимость», который предусматривает усиление военного присутствия США в Восточной Европе. Всего планируют разместить около 3000 единиц боевой техники. Они должны достичь берегов Германии не позднее завтрашнего дня. Помимо прочего, США доставят 87 танков Абрамс, 136 боевых машин Брэдли, артиллерийские самоходные установки и сотни гусеничных и колесных транспортных средств. BBC сообщает, что это самая масштабная поставка военной техники со времен Второй мировой войны. Кроме того, на восточных границах ЕС будут нести службу около 4000 американских солдат. Лучший способ установить мир – быть готовым ко всему. Эта подготовка просто показывает силу и сплоченность Альянса, а также, как США выполняют свои обязательства по поддержанию мира на континенте. Технику погрузят в железнодорожные вагоны и отправят к месту назначения через территорию Германии и Польши. По данным Бундесвера, для транспортировки потребуется 900 вагонов, общей длиной – 14 километров. Военная техника и личный состав примут участие в масштабных учениях, которые запланированы на конец января. Это всего-навсего оборонные тренировки. Уверяю вас, мы не хотим никого провоцировать. Кроме американских военнослужащих, в страны Балтии прибудут около тысячи касок из Польши, Германии, Канады и Великобритании. В НАТО уверены по европейским масштабам – это довольно скромные меры. Юлия Мендель, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Франция сегодня вспоминает жертв теракта в редакции издания «Шарли Абдо». Ровно два года назад в офис сатирического журнала ворвались вооруженные боевики и их хладнокровно расстреляли 12 человек. Еще столько же получили ранения. Террористов поймали лишь спустя два года. Ответственность за теракт взяла на себя Аль-Каида. Мотивы нападения связались с острыми карикатурами. После страшного теракта офис «Шарли Абдо» переехала в другое место. Адрес редакции держит в секрете. На старое место люди несут цветы в памяти погибших. Местные художники сегодня нарисовали портреты жертв нападения. Для меня быть здесь и нарисовать портреты погибших означает, что они всегда будут жить в нашей памяти. Это 15 оборвавшихся жизней. Это горе, с которым живут их родные и близкие. Мы не должны забывать о них, и эти портреты будут напоминать французам о них. Эти портреты поразительные. Я даже не думал, что они вызовут столько эмоций. Я как раз шел от метро и просто потерял дар речи, когда увидел их на стене. В Турции продолжаются массовые кадровые чистки. Из-за обвинений в попытке организации госпереворота работы лишились еще 6 тысяч человек. Среди них более 2,5 тысяч офицеров полиции, 1700 чиновников Министерства юстиции и даже около 700 ученых. Кроме того, сегодня стало известно, что в Турции задержали еще 5 подозреваемых по делу об убийстве российского посла. Четверо подозреваемых оказались сослуживцами Мевлюта Алтенташа в органах турецкого МВД. Еще один задержанный связан с ФЕТА – организация исламского проповедника Гюлена. Я напомню, что дипломат Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре. Сотрудник полиции, выдававший себя за охранника, выпустил в него 11 пуль. Улететь в Стамбул из аэропортов Киева и Харькова сегодня не получится. И все из-за сильного снегопада в этом турецком городе. Не лучшая ситуация и в Украине. По информации госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в целом последствия непогоды в стране выглядят так. Без света остались более 70 населенных пунктов в 7 разных областях Украины. Половина из них в Одесской области. Обесточены города и села во Львовской, Херсонской, Николаевской областях, а также в Кировоградской, Киевской и Черкасской. Сложная остается ситуация и на дорогах. 60 автомобилей застряли на трассе Одесса-Рыни. Также ограничено движение на некоторых других магистралях в Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях. И закрыт проезд на некоторых автодорогах в Николаевской и Кировоградской областях. Столичный Киевавтодор попросил водителей сегодня воздержаться от поездок без необходимости, чтобы не мешать уборке снега. И только что стало известно, что в Одесской области до завтрашнего утра закрыты все автомобильные трассы, кроме Киевской магистрали. Это связано с тем, что ночью в регионе ожидают вторую волну снежной бури и перемещаться по дорогам просто опасно для жизни. О том, как области, оказавшиеся под ударом стихии, переживают ее последствия, в материале моих коллег. В Одесской области наиболее сложная ситуация на юге региона, в Измаильском, Болградском, Килийском районах. Там на междугородних трассах продолжают бушевать метели. Высота снежных заносов достигает двух метров. Вот каким видео делятся очевидцы в соцсетях. Вот застряла Субару 4 на 4. Руки отпадают за три секунды. В итоге в снежном пленутом оказались около сотни автомобилей, причем застряли они еще со вчерашнего утра. И людям пришлось ночевать на морозе в постоянном страхе экономия топлива. При этом заложники стихии утверждают, весь день и всю ночь звонили в аварийные службы, но помощи так и не дождались. Вот что они рассказали по телефону. Все МЧС и подразделения Болградского и Измаильского района обзываются. Нет техники, нет топлива, мы не можем не принять никакие меры. Ну а люди уже говорят, что за мерзаю. Минус 14, сильный ветер. В ГСЧС оправдываются, дескать, трасса Одесса-Рени была до такой степени завалена снегом, что даже тяжелая военная техника не могла пробить себе дорогу. Вызволять пленников непогоды будут до завтрашнего утра. А вот в Николаевской области благодаря строгому запрету на передвижение по междугородним трассам массовых заторов удалось избежать. Спасатели рапортуют более 30 раз. Выезжали оказывать помощь, в основном освобождали из снежного плена машины скорой помощи. Единичные случаи вытаскивания автомобиля из снежных заносов. Это те автолюбители, те водители, которые не послушались предупреждений, нарушили запрет на выезд, на свой страх и риск передвигались и, естественно, попали в снежную ловушку. Сам же Николаев закрыт уже вторые сутки. Из города не выпускают транспорт. По улицам запрещено передвигаться грузовикам. По традиции застрявшим в сугробах автолюбителям на легковушках помогают горожане на внедорожниках. А вот в Кропивницком снегопад сегодня прекратился. Высота снежного покрова на дорогах до 20 сантиметров. В центре города дороги расчищают, а вот на окраинах движение уже парализовано. С перебоями работает общественный транспорт. Закрытый до сих пор остается трасса Кропивницкий-Кривой Рог. Основательно засыпало снегом и Днепр. В круглосуточном режиме коммунальщики расчищают дороги и посыпают их реактивами. Автомобилисты не жалуются, чего не скажешь о пешеходах. Сегодня лучше, да. Сегодня посыпали. А вчера куаша была. Ужасно. В центре еще нормально. Где-то уже проселочные такие, то там пройти вообще невозможно. При этом снегопад здесь сменился дождем. В пунктах обогрева ажиотажа нет, с переохлаждениями не обращаются. Вчера у нас в наш центр беспризорных 17 человек ночевали. 14 те, что постоянно возвращаются. И три пришли на обогрев. Между тем, на завтра синоптики снова прогнозируют на юге и в центре Украины снегопады, сильный ветер скоростью 15-20 метров в секунду, понижение температуры воздуха до 15 градусов мороза, а также снежные накаты, гололедицу и низкую видимость на дорогах. Власти в очередной раз просят автомобилистов не выезжать на пригородные трассы. Андрей Анастасов, Кирилл Ющишин, Елена Брынза и Елена Миндалюк. Подробности телеканал Интер. В течение суток в зоне АТО зафиксировано 32 вражеских обстрела, ранены трое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. В районе Авдеевки произошло боевое столкновение. Нападение отбили, боевики отступили. Подробнее с передовой Геннадия Вивденко. Ночью 10 боевиков по официальным сообщениям штаба АТО подошли к украинским позициям. В пол первого ночи завязался бой. Потерь с нашей стороны нет, противник отступил. Это уже вторая атака противника под Авдеевкой за последние дни. Надеялись, что украинские военные не смогут дать отпор. По неофициальным данным враг потерял вчера вдвоих, сегодня ночью еще троих боевиков. За его действиями стоит это самое желание просто нашкодить нам и, возможно, выполнить какие-то договоренности перед своими замовниками. Потому что логично это не пояснить, но эти обстрелы, они продолжают постоянно. И мы видим, что они просто как начать за раскладом идут. В районе Новотошковки, Новоалександровки и Новозвановки, под Попасной, в Луганской области, стреляли из минометов и гранатометов. Провокационный огонь не прекращается. Вот свежая воронка от очень крупного калибра. 120 миллиметров мина, либо 122. Ствольная артиллерия. Земля просто очень твердая, как бетон, замерзшая. Поэтому воронка не глубокая. Три месяца назад, то еще было так, больше-менее. Это пролет, да? Это пролет. Ну что, идем в Коп. Я думаю, что, возможно, там працуют какие-то российские военные. И они набиваются досвиду, действительно, как на полигоне, но на живых мишенях. Можливо, я так думаю. Хотя иногда по перехвату, чуем там и заезжают и козачки. Был 6-й полк, это Платова, имени Платова, да? Заезжали, были. Ну и российские военные часто слышали, как в эфире они спілкуются. Думаю, что это для них как тренирование идет. Рождество, как следует, по Попасной тоже встретить не далее. На Рездвяновке света мало будет перемирие. Но наши коллеги, что-то с противоречных баррикад стороны, как-то говорят, не дотримались этого. И трошечки нас, мабуть, витали с Рездвом. Я так на это понимаю. Вот и вчера, тоже после вечера, хвилин 40, так открывался в огонь. Пока перестрелки во всех горячих точках продолжаются. Рождество на Донбассе выдалось горячим. Рождество Христово отмечают православные и греко-католики. Во всех христианских церквях восточного обряда сегодня служили праздничные литургии. Богослужение в Киево-Печерской лавре возглавил предстоятель Украинской православной церкви, вложеннейший митрополит Аннуфрий. Священнослужители и прихожане вознесли общую молитву за мир в Украине. Традиционно Рождество украинцы отмечают в кругу семьи за праздничным столом. Сегодня снимаются все ограничения после строгого 40-дневного поста. И начинаются святки, которые сопровождаются народными гуляньями в честь рождения Иисуса Христа. В эти дни принято петь калятки и желать добра на весь будущий год. Я хочу всем побежать здоровья, счастья, миру и спасения. Нехай спаситель, который пришел на землю, чтобы стать человеком, утешиться тем, что мы стали такими, которыми мы хотели, чтобы мы были. Чтобы все было наше старание, наш шлях, которым мы должны идти. Я хочу, чтобы мир, чтобы сердца наши наполнились крестовым миром, озарились Вифлеемской звездой, и навсегда наполнились любовью, радостью, смирением и истинным смыслом нашей жизни. Поздравляю всех с праздником, желаю всем мира, добра и счастья. Рождественские гуляния проходят и в Запорожье. На центральной площади первый в городе фестиваль вертепов. Чтобы возродить старую традицию, информацию приходилось собирать буквально по крупицам, признались организаторы. Для этого даже ездили перенимать опыт на Западную Украину. Отыграв официальную часть, участники фестиваля разошлись калядовать по районам города, а на площади их сменили казачата. Детвора демонстрировали свои умения, а от мороза спасались, ходя с стенка на стенку. Это традиционное казацкое развлечение. Рездво не может казацким быть, потому что Рездво Христово. Мы назвали это казацким, потому что Запорожье – это казацкий край, Запорожье – казацкая столица Украины. И казаки пришли сюда святкувать Рездво по-казацкому. Народ без традиций не живет в животе. Когда втрачает свои, ему убивают в голову чужие. А те, кто устал от праздничной городской суеты, отправились отдыхать на Западную Украину. Любители пролетать над горной рекой, попариться в чане с термальной водой и сделать фотоснимки на фоне исторических замков, ищут уютные места вблизи Карпат. Как отдыхают туристы во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковской области, расскажут наши журналисты. В новогодние праздники Львов превратился в сплошную ярмарку. По улицам ходят ряженые, на каждом углу музыканты. На площадях ярмарочные угощения. Прилавки ломятся от снеды на любой вкус. Жареные вареники, колбаски, карамелизированные яблоки, разноцветные леденцы. И, конечно, медовуха, хреновуха, вишневка, глинтвейн. Чего только не придумают во Львове, чтобы согреть гостей. В культурных развлечениях тоже недостатка нет. Во Львове все музеи работают без выходных. Те же, кто любит горы и экстриме катания на лыжах, на зимний отдых приехали в Карпаты. Екатерина и Вячеслав сами из Варшавы. Посетить Еремча пара планировала давно. Рассказывают, в городе только второй день. А у них уже море впечатлений. И больше всего от экстремальной экскурсии в горы. Мы не против были бы сейчас съездить. Есть другие маршруты. Мы уже договорились с сандухой. Есть другие маршруты, и мы готовы поехать еще раз. Действительно здорово. И это запомнится надолго. Желающих съездить в горы, хоть отбавляй, рассказывает водитель внедорожника Андрей. Очень опасные дороги, экстремальные. Когда спускаемся, туристы молчат. В машине тишина, шок, страх. Но им все нравится. Одно же из самых любимых туристами мест в Еремче, это сувенирный рынок на берегах реки Пруд. Чего здесь только нет. Варежки, подушки, носки, чаи, сушеные грибы, варенье. И главное, все натуральное. И здесь тоже есть чем заняться экстремалом. Приезжая на Гуцульщину, вы можете посетить у нас троллей в две стороны. Это одеваем снаряжение, прицепляем на ролики, и вы поехали. Над водопадом в две стороны. Вот. Полет такой своеобразный. Максим давно увлекается роупджампингом. И сегодня, невзирая даже на руку в гипсе, решился на прыжок с моста. Я даже не думал, что буду стрелять. Я тут побачу, какая девчина стрелила. Я стрелил. Цикаво. Всем радую. В Закарпатье ждут не только любителей покататься на лыжах и полюбоваться заснеженными склонами. Закарпатская экзотика чаны. Большие котлы, под ними разводят костер. И так подогревают воду. Причем в самом чане уже находятся люди. Туристам нравится. Ты ведь еще такой небе варишь. Варишь с тебе суп варишь. Еще докинут морковь, цебельки, специи каких-то. Прямо из-под земли бьет ключом вода. Ее температура 30-50 градусов. Даже в морозы. Бассейны с минеральной водой есть в Береговском и Ужгородском районах. Больше бадерик. Вот я сейчас попутаю. Сейчас можно в однопарочке. Сейчас можно в снег. Как вы себе почуваете? Отлично. Супер. Отельеры говорят, в этом сезоне туристов меньше, чем в прошлом. Основная масса отдыхающих в Карпатах – украинцы. Но в этом году приехало неожиданно много иностранцев. Цего года стоит отметить, что до нас вернулись белорусы. Туристы из Белоруссии. И это такая значительная события для Закарпатии. Потому что их три года не было вообще. А белорусы довольно активно путешествуют Украиной. Осваивают в Закарпатии такой вид туризма, как экспресс-туры за рубеж. Местные фирмы предлагают всем желающим на 2-3 дня съездить в соседнюю Венгрию, Румынию, Словакию и Польшу. Но такие туры доступны лишь тем украинцам, кто имеет открытые шенгенские визы. Рождество в Сербии считается одним из самых важных праздников, а для большинства – самым любимым семейным торжеством. По древней традиции, сохранившейся в каждой сербской деревне, ранним утром в этот день глава семьи рубит в лесу и приносит домой молодое дубовое дерево с сухими листьями. Оно называется бодняк. После этого вся семья от мала до велика украшает его, мажет медом и сжигает. Эту традицию до сих пор соблюдают все православные сербы. В Грузии проходят традиционные рождественские театрализованные шествия под названием «Алила» или «Аллилуя». Участие принимают тысячи человек, несущие благую весть. В основном это дети, одетые в белые одежды с изображенными на ней красными крестами, которые песнопениями оповещают о рождении Иисуса. Рядом с ними представители духовенства, которые несут икону рождения Христа, кресты и флаги, а также известные библейские персонажи – ангелы и пастухи. Христиане западного обряда празднуют крещение. В соседней Румынии в этом году крещенской водой окропили скаковых лошадей. По традиции сотни людей собираются, чтобы увидеть состязание скакунов. Люди верят, такие лошади принесут богатство и удачу, поэтому готовят их для празднеств заранее, две или три недели. В Праге отметили праздник трех королей, которые по преданию пришли поклониться Деве Марии и новорожденному младенцу. Чешские короли проплыли под знаменитым Карловым мостом. В это же время изумленные туристы наблюдают за купанием. Завернутые в зимнее пальто, шарфы и шапки. Еще бы температура воды около нуля, а температура воздуха – минус 8 градусов. В Германии дети пришли калядовать к президенту. Йоахим Гаук встретил маленьких граждан в своем дворце Бельвю в Берлине. Глава государства угостил детей и раздал им подарки. Калядникам дают и деньги. Вырученные средства затем отдают на гуманитарные программы, в частности для помощи крестьянам в Кении. В Мексике также есть традиция, которую любят все. Ежегодно в честь Дня трех мудрецов на центральной площади Мехико всем желающим раздают по куску праздничного пирога. На его изготовление в этом году ушло почти 5 тонн муки, 2 тонны сахара и свыше 43 тысяч яиц. Пирог разделили примерно на 200 тысяч порций. Каждой прилагалось бесплатное молоко. Пока у нас еще продолжаются рождественские праздники, в Великобритании уже думают о буднях, но скорее об уборке, стирке и прочих домашних делах. Англичанам в этом помогает уникальный калькулятор, разработанный местными учеными. Специальная программа вычисляет, сколько денег вы сэкономите, если не будете сами наводить порядок, а наймете для этого других людей. Оксана Кундеренко также провела такие расчеты. Новшество разработали, не поверите, в службе национальной статистики королевства, интерактивный калькулятор. Вводишь время, что тратишь на хлопоты и заботы, и получаешь результат в деньгах. Времена горничных и дворецких в прошлом. Современные леди и джентльмены дома не виски с сигарой потягивают, а работают, засучив рукава. Так вот, в среднем это как вторая работа. Часы, потраченные на домашние дела, в пересчете на фунты стерлингов, даже не минималка, а оклад высококвалифицированного сотрудника в британской столице. Это то, что называется нетрадиционной экономикой. Она напрямую связана с самочувствием людей, с их удовлетворенностью жизнью. Нам было важно подсчитать стоимость работы, за которую не платят. Исследование показало, что женщины работают дома больше на целых 40%. 26 часов в неделю по сравнению с 16 для мужчин. Причем абсолютные рекордсменки, конечно, декретчицы около 60 часов в неделю. Феминистки в ярости. Лучший способ ценить работу женщин – это заставить мужчин выполнять ее. Ведь те же социальные устои, что держат женщину дома, держат мужчин на работе, заставляют его быть кормильцем-добытчиком. Нам стоит уравнять права и обязанности полов. Например, предоставлять равную оплату декрета. Ну что такого, скажут украинские домохозяйки? У нас никто часы на кухне не считал. Да и зарплаты в Украине за ручной труд не сопоставимы с британскими. Видимо, идея с калькулятором – это только игра на нервах. Учитывали ведь рыночную стоимость услуг. А сколько здесь на Туманном Альбионе уборщиц и нянь готовых работать нелегально, за наличные, и сколько среди них украинки? Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности – британское бюро телеканала «Интер». На этом все. Больше новостей на нашем сайте подробностей.ua. Поздравляем с Рождеством, счастья, мира и любви всем нам и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова